Информатизация общественного транспорта МРИЛ идет полным ходом. В 120 троллейбусах и 400 автобусах и маршрутах уже установлены терминалы для бесконтактной оплаты. Остальные, как считают эксперты, подключатся после первых проверок. Утром на работу, вечером домой, выходные, семейный отдых. Для многих подобный сценарий жизни, в котором обязательно фигурирует городской общественный транспорт, давно стал обыденностью. По данным опросов, маршрутках, троллейбусах и трамваях россияне проводят до 6 часов в неделю. Естественно, для нашего небольшого города эти цифры значительно ниже. Но в любом случае жители республики пользуются общественным транспортом достаточно часто. А значит вопрос перехода этой услуги на новый, более технологичный уровень весьма актуален. И надо сказать, что оснащение валидаторами, терминалами бесконтактной оплаты, в регионе идет весьма активно. Мы действуем в исполнении закона, который подписал глава нашей республики 10 сентября прошлого года, о том, что у каждого гражданина, каждого пассажира должно быть право оплатить проезд электронным средством платежа, ну или попросту говоря, через терминал. Мы активно помогаем правительству в реализации этого закона, а правительство, в свою очередь, выполняет установки центральной власти о цифровизации региона. Ну и на данный момент на 10 основных маршрутах города, я имею прежде всего в виду автобусы, такие терминалы уже установлены. И, конечно, во всех троллейбусах традиционно терминалы тоже работают. У нас, кроме Ешкарлы, есть еще 30 пригородных маршрутов, и все маршрутки, например, в городе Казмодемьянск, он у нас самый цифровой. Что касается Ешкарлы, это 10 маршрутов, а 4 маршрута не подключены. Единицы 40-й, 16-й и 17-й – это те маршруты, в которых пока невозможно оплатить проезд бесконтактным способом. В правительстве уже рассматривается постановление, которое закрепит обязанности городских перевозчиков использовать оборудование для безналичной оплаты проезда. Здесь также будут прописаны санкции для тех, кто этот закон выполнять не будет. «Хочется отметить своевременность действий нашего правительства, который принял соответствующий закон об электронных средствах оплаты на транспорте, потому что, прежде всего, это позволяет сохранить безопасность проезда, безопасность наших граждан, потому что не происходит держания в руках этой купюры, этого пересчета наличности руками, меньше прикосновений. Собственно говоря, для того, чтобы оплатить, нужно всего лишь прислонить или смартфон, или карту». Наша съемочная группа выбрала маршрут номер 50, где безналичная оплата есть уже давно. Мы узнали, насколько удобен такой способ оплаты для водителей и для пассажиров. Так, получается, что 50-й маршрут – самый первый веловалидатор для бесконтактной оплаты. Вот насколько это удобно, по вашему мнению? Ну, людям удобно. Да, много кто пользуется сейчас карточками и оплачивают. Ну, как бы, с одной стороны, удобно. Ну, может быть, сейчас пик там иногда создается, как бы, затор, а так нормально. Все успеваем, все нормально. «Очень удобно, на самом деле. Не надо искать мелочь. И вот притягиваться, вдруг знать, человек может болеть, а карта своя, и все». За январь в маршрутках и автобусах жители республики оплатили проезд бесконтактным способом почти на 50 тысяч рублей. Уточним, что валидаторы здесь появились недавно. А вот от электронных потяжей через терминал от троллейбусов за этот же период поступило почти 230 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok